Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня мы будем разговаривать о Моргенштерне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Обратите внимание, Моргенштерн во всех своих песнях, чтобы мне не забанили этот видеоролик, потому что уже... Ну, в общем-то, когда я снимал видео про фараона, мне приходили предупреждения и так далее, к сожалению, не смогу, я не буду делать никаких вставок с видео с ним. Но можете сами послушать, он в своих песнях утверждает, что, соответственно, он самый лучший, самый богатый слушатель, соответственно, у него какой-нибудь там нищий лох. О, нищий лох, как говорит Моргенштерн. Вот. И, соответственно, вот таким вот образом происходит все его творчество на данный момент, если мы отследим, таких моментов очень мало. Где он, соответственно, бы, ну, хотя бы как-то, допустим, спел бы он что-то, будь со мной, двигайся со мной, делайте что-нибудь со мной, вот в плане того, мы все вместе, мы одна команда, и мы строим коммунизм. Ну, там, условно, да, к какой-то цели идем. Тогда это было бы, соответственно, уже другой тип личности был бы. И вам могу, как пример, привести текст группы Алиса, да, когда они объединяли вот эту вот толпу, и они пели, что они вместе, и они как бы вот это вот совершенно другой посыл был, да, психологический такой, более пронояльный у Константина Кинчева был посыл. Чтобы вам было понятно на примере, вот к чему я веду. То есть можно сказать, что я самый лучший, а вы стрёмные, да, в песнях. А можно сказать, что мы все вместе, и мы самые лучшие, и мы вместе делаем что-то вот это. И, соответственно, таким образом получается, что очень нарцистический, чисто нарцистический посыл в песнях. Или я купил тёлку, я трахнул тёлку, я разбогател. Всё направлено на него. Опять же, почему я привёл пример с Константином Кинчевым? Ну, потому что песни не про любовь, сложно найти, да, вот если это конкретно любовь-морковь, чтобы их не разбирать, то разбирать конкретные посылы. Да, это разное время, разные годы, там, и так далее. Я всё понимаю, разная политическая обстановка. Но дело не в этом, и сейчас, скорее всего, в современном творчестве можно что-то найти, когда кто-то там из знаменитостей будет говорить, ребята, это вот мы вместе, и мы к чему-то идём. Поэтому здесь, насколько я знаю, Моргенштерн, он всё-таки сам руководит большей частью своего творчества. Никто ему это, я думаю, что эту идею не навязывал делать именно такой посыл. Да, и, соответственно, если даже привести Тимати, как бы из современных, ну, там, да, есть вот это вот маркетинговые ходы, всё типа под рэп, типа рэп, 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 рэп. И, соответственно, ну, такое себе, да, не похоже на Моргенштерна. Моргенштерна всё гораздо жёстче в этом плане. Поэтому творчество, чисто нарциссическое творчество нарцисса о нарциссах и для нарциссов. Потом посмотрите его интервью с Дудём, да. Дудь спросил его вот о этом молодом человеке, который является какой-то молодой человек, я так понял, он тоже певец, значит, не запомнил я его имени. И он является парнем Ольги Бузовой, да, и, соответственно, он как говорит, он говорит, ну, мне нравится их творчество и Ольги Бузовой, и вот этого парня, потому что они, оно какое-то стрёмное, колхозное, и потому что вот оно настолько стрёмное, что аж хорошее. Вот кто так может похвалить? Ну, конечно же, только нарцисс. То есть, смотрите, как бы когнитивный диссонанс, это настолько плохо, что уже хорошо. Непонятно, да, то ли похвалил, то ли, соответственно, как бы похвалил, то ли обосрал, вообще непонятно, как, не знаю, как мягче сказать. Поэтому здесь это может так делать только нарцисс. Не будет так делать истероид, к примеру, он просто не сумеет. А такие в диалогах вставочки, они у, хотел сказать, Трахтенберга, действительно, он так похож на Трахтенберга. Знаете, напишите мне в комментариях, вот, мне кажется, Моргенштерн очень похож на Трахтенберга визуально, не знаю, чем, но тем не менее, мне кажется, ну, что-то такое, помимо созвучности в фамилиях. Это потом поведение Моргенштерна при своей девушке, когда у него спрашивают, чем занимается твоя девушка, что он отвечает, сексом. Ну, видно же, что ей неловко, да, от этого, видно, что, я не знаю, там, она тоже является знаменитостью какой-то в ТикТоке вроде бы, но видно, что ей это неловко, такой ответ, да, это не такая вот супер накрашенная какая-то девчонка. В короткой юбке, да, там бы сидела в каком-нибудь там, ну, хотя бы как Маруф, да, одевалась бы, и вот она такая вся раскрепощенная, типа, сказала бы, да, мы там с сексом трахаемся, огонь как. Вот, видно, что сидит девушка, ну, как бы, по крайней мере, в другом образе, и я думаю, что не является она такой сексуально прям раскрытой, чтобы про нее так говорить. И видно, что в этот момент ей было неловко. И что он сделал? Он сначала, как бы, при всех озвучил, ну, он сказал, ну, я ее там, типа, трахаю, да, фактически, можно так услышать эти слова. А потом, как бы, извинился у нее, он подошел, начал ее целовать и так далее. То есть, вроде нельзя за это уже обижаться, но поступок-то уже был сделан. И это для нарцисса вот такие поступки, они очень характерны. Он может извиниться, но при этом унижение-то уже прошло. Очень интересно было, честно, наблюдать, прям вообще, прям такие тонкости вылазят иногда. Да, я вот удачно на Моргенштерн, я удачно попал. Не зря я его, точнее, зря я его игнорил, сколько времени, не хотел про него искать инфу. Далее. Моргенштерн пукнул там что-то в трек Тимати, не знаю, было это на самом деле или не было, и так далее. Но сам характер вот этого пиар-хода, что он там сделал какую-то такую грязь для своего, ну, не знаю, там, какие взаимоотношения заказчика, партнера треками, да, или там еще что-то они делали. В целом, это же тоже акт унижения такого. Нельзя сказать, что он, это шутка, она никого не обижает и не унижает. И очень ярко, ну, характеризует человека, да, характеризует его поступки, собственно говоря, что он из себя представляет, сразу видно, что, ну, будьте готовы, общаясь с такими людьми, как Моргенштерн, получать вот такие вот приколы постоянно. Я думаю, что такой прикол далеко не всех порадует. Дорогие друзья, опять же, лично вот мое мнение, я склонен этому верить, но, как вам сказать, ну, не считаю я, что это прямо суперзазорно как-то, да, и как-то гомосексуализм, его давно убрали из списка заболеваний. И суть в чем, что, как бы, ну, считается, что Юрий Дудь является гомосексуалистом, по крайней мере, на медийных пространствах, так считают. И, соответственно, когда Моргенштерн в своем интервью, да, именно с Дудем, он что-то там отвечает ему на вопрос, и он говорит ему, ну, что, я пидорасом буду. И такое неловкое молчание у Дудя, обратите внимание, прям вообще, он аж так запнулся, такая пауза, и потом они продолжили. Ну, не очень, да, человек, который не очень думает, а, скорее всего, и намеренно делает, выдает какие-то фразы, как бы, ну, намекая оппоненту, не то, что намекая, он же Дудь похож на того человека, которого беспокоит его ориентация, да, может быть, он ее даже и не принимает, может быть, это латентный гомосексуализм. Я не знаю, это только догадки наши в интернетах, да, психологов и так далее. Но, тем не менее, интернет об этом пестрит, они находятся в тусовке, они знают эти приколы, и даже если про человека просто постоянно говорят, что он геем, он геем не является, да, какие-то темы каких-то там высказываний, особенно в грубой форме для человека, может быть болезненно. Моргенштерн, я думаю, что наверняка именно для этого выбирал подобные грубые ругательства, чтобы, как бы, ну, немножко цепануть. Нарциссы же любят, они вот так вот цепанул, и типа, ой, все хорошо, еще и по Тайону, чтобы, ну, как бы, не имеет к делу отношения. Но грубо он это сказал, даже в голосе была такая грубость. Я думаю, что Дудю было несколько неприятно. Во многих спорах, как я обратил внимание, или точнее, там, когда что-то спорное, может быть, для его аудитории Моргенштерн утверждает, или просто что-то ярко хочет подтвердить свои слова, он приносит такой аргумент. Я, вроде как, богатый теперь, а ты бедный, поэтому ты должен меня слушаться. И вот, ну, верить мне, значит, я прав, ты не прав. Да, заранее. И такой себе аргумент, скажу, друзья, вот такой аргумент может, соответственно, привести только на цепь. Из разряда «я лучший в чем-то», значит, заведомо мои слова «правда», да, являются неоспоримыми, неоспоримыми. Ну, тык, он же мастер, ну, в какой-то музыке, да, там, в рэпе, может быть, еще в чем-то. Но далеко не по всем вопросам, тем более вопросы морали, которые он часто поднимает, и какого-то достижения, да, каких-то моральных ценностей там, они все-таки, ну, можно послушать каких-то философов на эту тему, да, может быть, психологов. Психология, в свою очередь, упирается в, ну, моральные ценности, во-первых, часто обсуждает, во-вторых, в философию. В свое время очень сильно упиралась психология. И вот, когда в обычном разговоре такие аргументы, или вот как в интервью с Дудем, ну, безусловно, да, это хорошо, он там утверждал, что нужно, действительно, быть только с одной женщиной, и это правильно. Но аргумент, который он приводит, далеко не правильный и унижающий собеседника. Именно поэтому я считаю, что Маркенштерн, скорее всего, является нарциссом. Ну, по крайней мере, по его творчеству и по тем интервью, вот, которые я видел, могу судить. С вами был Кравцев Сергей. Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Я вас жду всех на своих консультациях онлайн и в Инстаграме. Пиши мне комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok